Культурно-благодворительный фонд Дашана год назад расширил свою географию, чтобы привлечь внимание соотечественников, проживающих за пределами Абхазии. За это время в Москве успешно реализовано несколько проектов. На этот раз внести свой вклад в благородное дело вызвалась администрация ресторана абхазской кухни «Страна души». Ресторан расположен в самом центре Москвы на Кузнецком мосту и давно полюбился не только этническим абхазам, но и жителям российской столицы. Здесь теплая и уютная атмосфера и, конечно же, подаются вкусные блюда национальной кухни. Руководство нашего ресторана неоднократно принимает участие во всех благотворительных акциях, которые проводят и фонд Дашана, и Киарас. Много добра творят, и потому как в данной ситуации мы тоже решили, что будет неплохо и в Москве тоже оставить след именно для детишек, которым требуется эта помощь. Фонд Дашана сейчас занят сбором средств на лечение Мирославы Кулбая, которой предстоит сложная операция. Каждый, кто пришел на этот вечер, внес свой посильный вклад в это благородное дело. Работа фонда Дашана организована таким образом, что исключена всякая возможность саморекламы или же коммерции. Это очень важно, сказал единственный учредитель фонда Беслан Шакая. Создал подлинную благотворительность, некую определенную площадку, на которой люди стремятся не к какой-то коммерческой составляющей, не пытаются реализовать свои амбиции. А самое главное, здесь царит задача и цель – это помочь ближнему тому, которому эта помощь необходима. Вечер, как всегда, вела Эсма Хакба. В первую очередь она отметила тех, кто не пропустил ни одну благотворительную акцию, прошедшую в Москве. Это наши известные соотечественники Тарас Шамба, Олег Барцыц и Беслан Кубахи. Она вручила им картины, которые они приобрели ранее на благотворительной художественной выставке, где были представлены работы, безвозмездно переданные художниками из Абхазии, России и Турции. Сразу несколько картин подарила художница Ие Шхацава. Это замечательно, что поступило такое предложение принять участие в хорошем деле, полезном деле, которое действительно от сердца к сердцу. И я очень счастлива, что я могу хоть чем-то и как-то помочь. Свои дизайнерские платья, которые пользуются у прекрасных нам огромным успехом, также на безвозмездной основе на одной из благотворительных акций предоставили дизайнеры Расси Далакоба и Мария Сергея. За вклад в благотворительность обе девушки были награждены особыми дипломами. В этот вечер дипломы ожидали исполнители музыкальных номеров. Хореографический номер у родника представила невероятно пластичная наша юная соотечественница Мадина Ферцхелия. Вокальные номера исполнила студентка музыкального училища имени Кнесиных Лаура Сангуля. Попури на кавказской мелодии сыграла осединка Лариса Садикоева, которая по возможности не пропускает события, связанные с жизнью абхазской диаспоры в Москве. Также благодарность получила флориста Ольга Агус, поукрасившая в этот вечер ресторан своими цветочными композициями. В предыдущей нашей акции это была выставка художников искусства ради жизни. На этой выставке, которая была в Московском доме национальностей, были приобрены работы, все вырученные средства, как я уже сказала, были направлены на лечение ребенка. Когда речь идет о благотворительности, никогда не остаются в стороне Мария Гицба и Елена Лолуа. На этот раз Мария Гицба предоставила фонду книги супруга поэта Дениса Чачхалия, а Елена Лолуа приняла самое активное участие в организации «Вечером». Благодаря благотворительному вечеру, организованному в Москве, собрана вся необходимая сумма на лечение Мирослава Кулбая. За 7 лет своей работы фонда Шана помог 162 детям, и эта работа продолжается. Но на Кукускир для Абхазского телевидения из Москвы.